Всем привет-привет, добро пожаловать в новый влог. Не знаю как вы, а я после новогодних праздников, а еще больше после моего дня рождения в конце января, начинаю прям активно ждать весну и у нас уже второй раз дома гиацинты в каждом магазине. Сейчас у нас продаются весенние цветы, прикольно выглядят луковички. Мы уже второй раз покупаем, первые отцвели. Я сейчас собираюсь в город, ну как мы тоже живем в городе, но просто в частном секторе для меня цивилизация это там ближе к центру. И беру с собой чтиво, Захар будет читать в пути, это его литература со школы, столько осилил, туго ему идет, потому что говорить неинтересно. Обязательная литература, одна из книг, и эту нужно прочитать где-то до конца марта, пока я буду в очереди, взяла я себе книгу, чтобы не щелкать в телефоне. Недавно купила, ну и пока что только в начале. Но о психологии и воспитании детей мы с вами поговорим очень подробно в самом конце видео, вы просили. У нас сегодня пятница, я приехала домой, мы мужчины на теннисе, и как-то они заняты, так и не успели договориться. Судя по всему, мы завтра куда-то уезжаем. Мы хотели выбраться куда-то за город, и вроде как в снег. Я попросила Томика, говорю, хочу в горы, хочу, чтобы был снег, погулять, кататься мне сейчас нельзя. И, насколько я поняла, мы едем еще и не сами. И так как они там на тренировке, я не понимаю, на один день, на два, в любом случае, иду посмотреть, что там у меня в стирке. Мне нужно собрать себя и детей как минимум на один день. Я думаю, что я возьму с собой камеру и что-то поснимаю. Там однозначно красиво, а не так уныло и серо, как в Кракове. Как раз на завтра заказала клининг. Так не хотелось весь выходной день проводить в уборке. К нам клининг приходит, я вам уже рассказывала много раз, один раз в месяц, раз два в полтора, в зависимости от того, как у нас есть свободное время или нет на уборку. А тут я подумала, что мы так давно никуда не ездили и хорошо было бы выбраться, а не сидеть с тряпками хотя бы раз в месяц. И мы, собственно говоря, завтра куда-то едем. Со снегом, конечно, что-то пошло не так. Пещера. Ей нравится. Идем гулять. Словатки. Идем гулять. Идем гулять. Стандартный вечер воскресенья. Мне нужно нагладить детскую форму на неделю, последнюю школьную неделю. И прежде чем я займусь этим, мне нужно очистить от накипи парогенератор. И никакие специальные средства использовать не надо, так мне сказали в сервисе, потому что я сразу не вкурила вообще. Как это сделать, нужно открутить. Одной рукой я это не сделаю. Выливаем то, что здесь собралось. И несколько раз промываем. Перегорела лампочка. Это домашняя суета никогда не заканчивается. Надеюсь, вы меня хорошо слышите, потому что камера стоит достаточно далеко. У нас через неделю начинаются детские каникулы, так что последний рывок в учебную неделю. Зимние каникулы это отдельно от рождественских каникул у нас. И у нас уже есть планы. То есть мы запланировали поездку и также дети поедут в детский лагерь. Лыжный лагерь. Мне кататься на лыжах нельзя в этом сезоне, поэтому мальчики поедут сами. Но мы очень хотим, чтобы они были так всесторонне развиты. Вот. И поэтому, чтобы они умели и плавать, и кататься на лыжах. Игнат хочет сноуборд. Но именно в этом лагере не собралась группа на сноуборд именно. И вот меня в детстве, например, не научили ездить на лыжах. И плавать я так. Можно сказать, типа я держусь на плаву, но я особо не плаваю. Так вышло, не знаю. Сейчас, мне кажется, детьми даже больше в каком-то плане занимаются именно развивашками. Так, пошла за этим, за вещами. То есть я знаю, я сейчас с вами пролялякаю, потом все равно буду гладить поздно. У нас 8 часов вечера сейчас. И мы хотим, чтобы дети, знаете, в таком возрасте, когда еще нет какого-то такого страха, как у меня, например, сейчас перед ездой на лыжах, чтобы они научились, потом уже, когда выросли, очень многое умели. И, собственно говоря, мы стараемся не только отдавать их на какие-то секции, которые им интересны, это несомненно. Но мы также хотим, чтобы они где-то там во взрослой жизни, потом, так как я, после 30 не учились ездить на лыжах и так далее. Так, паровая система у меня, девочки, Тефаль. Я их довольна. Потом у меня немножко что-то там треснуло, и теперь шатается доска. Техника меня не любит в последнее время. А еще сушите. Хорошо, что мы не остались с ночевкой нигде, потому что Захар вспомнил, что у них карнавал в понедельник. Было письмо электронное со школы, да, я как-то пропустила это. Она говорит, мама, мне нужен костюм Куэлионки. И я такая, где я его найду? В субботу вечером. В воскресенье у нас все закрыто. В общем, где-то пособирали. Пару родителей, типа, подходящую шапку нашли. Смокинг дома у нас есть, мой наденет. Такой около смокинговый. Жакет. И завтра пойдет на карнавал. А Игнат у нас будет футболистом. С этим просто, у них куча форм. Ой, девочки. Все сложилось так, как надо. И даже лучше, что не было снега, у нас не было желания сидеть там в этих горах дольше. Конечно, хотелось бы на самом деле. Но все, что не делается, делается к лучшему порой. Поэтому я совсем не расстроилась. Поедем тогда, когда закончатся зимние каникулы, не будет народа. И мы потом уже насладимся природой. Может, и снега дождемся. Как дети поедут в лыжный лагерь, если у нас на следующей неделе будет даже плюс 11? Я не сильно понимаю, но говорят, что на съездах там все нормально и снег искусственным образом наметают за ночь. Ну, правда, мокро. Но ничего. Зато им спакую несколько лыжных костюмов, и все будет хорошо. Игнат едет с удовольствием в лагерь, а Захар так себя. Он бы хотел остаться дома, повтыкать, ничего не делать. Но это мы так неделю проведем все вместе. Будет отдыхать, а недельку активно, чтобы не засиживались. Девочки, у парней столько энергии и дури, что их нужно занимать. И они ходят на дополнительную секцию по футболу. Это минимум 2 раза в неделю. Еще иногда бывают игры, выходные дни, футбольные матчи. А так, у них в школе больше вообще физкультуры, чем в государственных школах они ходят в частную. Также они записались на футбол еще в школе. Баскетбол, это тоже дополнительный клуб в школе. И 2 раза они ходят в школе на активные спортивные игры. Куда уже больше, я не знаю. Ну, Томак с ними сейчас в игровом центре. Должны уже скоро приехать. Вы понимаете, наша поездка в горы не удалась, потому что не было снега, а была грязь и местами лед. Вау, как выросло тесто! Обалдеть! Дрожжевое тесто. У меня на канале есть, кстати, рецепт. Пору лет тому назад показывала вам. Но у меня есть мои любимые рецепты. Не только мои, но и с термомикса. Иногда сама что-то там намешаю. Второе я повторяю из раза в раз. Вот здесь творожная масса. Это будут булочки с творогом. Дрожжевое тесто. Готовы на карнавал. У Ильонка. В моем костюме. Классно, когда мама невысокая, однако. Да? Без смокинга. У нас жакета оверсайз. А Игнат, ты еще рапэром. Ты приходишь, ты без моей мамы, ты делаешь все хорошо. Не, у нас будет футболистом, это мы прикалываемся. У мамы в шкафу можно найти. Все же хочешь. Не, Захар правда так идет на карнавал. Шоколад тоже берешь с собой? Не, можно. Нельзя в школу приносить шоколад. Вот мои анжи. Харизматичные. Всегда выступают на всех концертах. Ведущий. А в обиде тут грустный проект. Да, у вас такой серьезный проект какой-то там. У них роли распределены. Игнат уже подготовила свой костюм футболиста. Понедельник день тяжелый. Я уже собралась. На самом деле, оделась и обулась. Но меня сейчас ждет кое-что приятное. Я отправляюсь в торговый центр, в галерею Краковскую, в наш Дуглас. Меня пригласили от бренда Armani на небольшой мастер-класс с их топовым международным визажистом. Именно из польской команды. Андрей Ковчинский. Я подписана тоже на него в инстаграме. И мы познакомились в прошлом году, получается. Меня пригласили попробовать какие-то новинки, которые вышли. Сказали, что их достаточно много. И я всегда подсматриваю за лучшими в своем деле, за их техниками, за какими-то фишечками нанесения чего-то. И как я туда попала на протяжении 10 лет. Я не только работала с брендом Armani, а я вообще изначально на их клиенты. Я очень многое покупала и покупаю. Потому что иногда мне прям как приспичит. Нужно сейчас. И я без проблем трачусь на что-то любимое. Очень люблю эту марку. Это факт. И как-то разобщались с их визажистом, с консультантом. И у меня попросили номер телефона. Говорят, что вот у нас проходят такие мероприятия. Вы как клиент наш постоянный. Мы вас ценим. Приглашаем вас поучаствовать. И таким образом я, собственно говоря, попадаю на такие мастер-классы. Но если вам интересно было бы, вы можете прийти в галерею, в любой торговый центр. И отправиться в Douglas. Именно там представлена марка Armani. И спросить, когда у них проходят такие мастер-классы. Чтобы что-то подобрать. Чтобы тому знать, как что-то наносить. И так далее. То есть ты приходишь, у тебя там есть свои кисточки чистые. Все предоставляется. Всякие там тональные кремы в разных оттенках. Я сейчас немного подкрашена, как видите. Это связано с тем, что у меня достаточно мало времени. Мне нужно успеть отнести в ремонт телефон Захара. Он вчера заглючил. Также кое-что вернуть. И потом я еще и спешу на визит к доктору. И самое смешное состоит в том, что перед визитом у доктора мне еще предстоит смыть все с лица. Но я все равно не хочу все это дело пропускать. Моя самая нелюбимая макияжа – это ресницы и брови. Господи, если бы можно было не красить ресницы и брови, я была бы самым счастливым человеком. А окрашивание, ламинирование – это не совсем для меня. Это не то же самое в моем случае, что накрасить декоративной косметикой. И на постоянной основе сделать татуаж и нарастить ресницы тоже нет. Это не потому, что плохо. Это потому, что лично мне это не идет. Я как-то вам в следующий раз расскажу. Теперь побежали. И еще я хотела бы успеть там поснимать. Я надеюсь, у меня это получится. Поехали. Я уже на месте. Ждем Панан Джей. Вот Академия мейкапа от Даглас. И вот здесь огромный ассортимент средств от бренда Армани. Здесь у меня вкусняшки, водичка. Угощают кофе и шампанским. Но я за рулем. Чистые кисточки. Очень приятно. Крем он такой же, как у меня дома, который мне подарили. Новая сыворожка. Вот эта линейка Нера, она просто гениальная. Вот очень хотелось бы иметь в своем арсенале, типа как жидкий крем. Вот такую есть. Даже поверх макияжа мне когда-то не носили эту нить. Смотрите, это мои любимые пудрочки. Здесь тестеры. Барзо джимпэ. Кофе принесли. Пудра. В качестве бронзера оттенок потемнее. И новинки. У меня здесь тестеры. Самый универсальный, такой безопасный оттенок. Очень красиво выглядит. 51 номерок. И самый трендовый, как мне сказали, 52. Сейчас попрошу пану Анджея, чтобы он тоже мне нанес его по-модному. Вот здесь такой свет, мне кажется. В общем, я все-таки нанесла новый тональный крем. Это дизайнер Глоу. Он когда-то мне очень нравился. Только назывался дизайнер лифт. И также новые консилеры. Power Fabric. Вот под глаза. И мне еще и вымоделировали лицо, губы и глаза корректором. Таким, знаете, как ореховым оттенком. Пудрочки. Пудр. И новый руч. Который? Тэ. Тэн. Таким. Нодный. Тэфэ? Тэфэ. 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 Трэфэх Holo, сос företа. Тэфэ. Тэфэ с тэгэ. Тэфэхэ. Тэфэм. Тэфэм, тэфэ. Тэфэ. Тэш, поBill� О�с, раз Faceем на мέρ ЗАВСЦ. Тэфэ. Тэфэ. Гwear с тэй стороны вот так? Тэфэ. Тэфэ Тэфэ bout Родзебства очень паря. Тэфэ... Балет ограничена. И тоже можно наложить зеркалку здесь. И сделать себе такое. Крюсек любит. Если за мощно, то подпытаем за добрый. Любим очень. Так. И еще немного. Такий свежий. Так. На самом деле. Важно. Так. Интенсивненько. Есть. Выкладываем ронсер, так? Вот с таким результатом я выхожу. И с обновочками, которые я как-то вам покажу. Буду тренироваться. Очень интересные лайфхаки нанесения макияжа. И единственное, что девочки, вот этот глаз я красила сама. А вот этот стрелку именно мне красил визажист. И стрелки получились разными. И мне как-то комфортнее больше нравится, когда по-моему. Поэтому я чуть подтерла. Все равно они какие-то слегка разные. Ну, стрелки это не близнецы. Это как дети от разных матерей. Бывают ровными, бывают не очень. Поэтому издалека, в принципе, ничего и незаметно. И интересно то, что у меня на губах сейчас блеск, сухие румяна и контур в виде корректора. Это вообще какой-то космос. Ну все, я полетела. Еще нужно оплатить паркинг. Я, конечно же, об этом забыла. Поэтому возвращаюсь. Хорошо, что я не потеряла еще билет. Потому что в этом торговом центре, в галерее Краковской, то у меня билет не работает, то его просто где-то могу посеять. Я не знаю, это какое-то проклятие. Приехала я домой. Значит, меня понесло. Вообще, я сейчас сама не езжу на такие большие, как для меня, закупки. Потому что это нужно загрузить в тележку, потом в машину, потом с машины, короче. У меня своя система. У меня много пакетов в машине. Это вообще не на неделю даже закупка. Я вот так по чуть-чуть пораскладывала, чтобы не поднимать тяжести. Мне до пяти килограмм. Можно еще месяца четыре, наверное, поднимать. Поэтому я вот так по одной турбочке с тележки в машину, с машины домой. Ну, наверное, нужно как-то это остепениться, а то я себя знаю. Была в Скавине. Там, ой, блин, все рассыпалось. Там есть кондитерская, где продают вот эти паштель доната, португальские пирожные. И дети их очень любят. Редко, но покупаем здесь. Смотрим закупку продуктов за 100 долларов. Плюс-минус. Ну, чуть больше. Взяла две упаковки рыбы белой. Потому что хочу сделать рыбу по-гречески. Очень соскучилась в этом году. На Рождество ее не было. Так что будет у нас завтра на ужин такая рыбка. Очень люблю мясо индейки. Перемолотые или просто беру филе. Это дети попросили меня сделать уазанки. Странные макароны, которых я не ем. Польские. Они с мясом и с капустой. И макароны такие квадратные. Как-то вам показывала. Выглядят они странно, но детям нравится. Филе индейки. Это я хочу салаты себе делать на гриле. Или просто как-то себе там готовить очень по-простому. Типа стейками такими в каких-то приправах запекать. А из второго филе здесь вот две штучки. Хочу делать детям опять же в приправах. Но шашлычки с луком, с какими-то овощами. Молочкой около того две бутылки молока. В стекле, конечно, тяжелее будет, но это молоко из Lidl. Мне нравится. И вообще Lidl мне тоже нравится. Творог это будет запеканка тоже в ланчбокс. Не завтра, а через несколько дней, наверное. Вот такие сырки дети любят. Они просто как сливочные с кусочками шоколада. Но я стараюсь очень мало покупать всяких сладких десертов. Кусковой сыр для вафлей в новом тостере. Это творожок, который я хотела бы выкладывать себе на тост. Это йогурт исландский, тоже с высоким содержанием белка. Моцарелла в шариках маленьких. Это тоже в ланчбоксе. Тофу для салатов. Пока что без понятия, что я с ним буду делать. Но когда мне попадается тофу где-то, мне нравится. Нужно придумать, как его приготовить. Или, может, в сыром виде. Не знаю. Я когда-то готовила, но очень-очень давно. Моцарелла light. Это тоже себе для тостов взяла. И сыр. Сыр я иногда могу съесть с виноградом, с грушей. Я очень люблю. И взяла на пробу только для себя. Значит, здесь меньше жира. Потом расскажу, с чем это связано. Мне сейчас нужно менее жирные продукты есть. Для анализов. И вообще для здоровья тоже, наверное, хорошо. И с высоким содержанием протеина. Хотя вообще все обезжиренное. Это неправильно. Это вот уже не здорово. И мне посоветовали переключиться сейчас на растительное. Растительное масло. Томак увидит. Подумает, что я сошла с ума. Потому что очень долго говорили, что вот такое масло. Как оно называлось, девочки? Первое популярное такое в Украине. Как оно? Финеа, что ли? Что-то такое было. И, кстати, мне оно всегда нравилось. Но это вроде как без пальмового масла. И на основе каких-то растительных масел. Будем посмотреть. У меня в холодильнике сейчас не пусто. Но я люблю про запас иметь две упаковки яиц. Потому что то блинчики, то еще что-то всегда идет много. Также очень нравится вот эта пассата томатная. То есть это перетертая помидора. Она самая вкусная. Это итальянский бренд. Также покупаю вот такие очень мелко нарезанные помидоры. Это мне нужно для рыбы по-гречески. Нутелла. Но не самая полезная и ппшная. Нутеллу я покупаю раз в 4-5 месяцев, наверное. Дети любят. Несмотря на то, что здесь просто миллион калорий. Захар у нас немножечко такой капризный парень в еде. Если уж есть джем какой-либо вообще. Повидло он может съесть. Остальное варенье вообще. Только малиновое. Но это и так лучше будет, чем нутелла. Обожаю хумус. Девочки, к хумусу взяла еще одну вещь. Которую кто-то любит, кто-то не переносит. Покажу вам сейчас достану. И здесь прикольно то, что есть классический хумус с паприкой и с томатами. Нравятся все. И нравится то, что они вот так, знаете, по чуть-чуть каждого вкуса. Микс семечек для салатов. Нужно заказать орехи из Айхерб. Они там самые вкусные. Взяла вот такие кешью. Но если брать Айхерб, то они реально отличаются. Хотя вот эти неплохие. И там в Айхерб они тоже не поджаренные. И грамматура побольше. Упаковка сама по себе. И мука. Просто тоже мастхэм в кухне. Овощи и фрукты у меня частично есть дома. Еще и Томак должен купить там на рынке что-то. Вот эти помидоры огроменные. Они идеально подходят для салата. Тоже из лидла. И это еще не самое большое, между прочим. И они вкусные, что самое главное. Наш зимний мастхэв – это кислые огурцы. И они, конечно, не такие вкусные, как у моей мамы. Но это однозначно полезно. Это плюс к нашей микрофлоре, к нашему пищеварению. Мне так нравятся сейчас проростки всякие. Они у нас есть из брокколи. Это как раз из подсолнуха. Есть из ячменя, из этой жуткевка редиски. Но они такие острые. Гораздо острее, чем сама редиска. Взяла много винограда белого. Дети сметают как пылесосы буквально. Красная песта. Зеленого не было. Но я думаю, что тоже для тостов будет прикольно и вкусно. Буду экспериментировать. Большое манго. Игнат одно сразу съедает. Связочка авокадо. Я тоже детям делаю гуакамоле. И в ланчбоксы. Дома они любят с крекерами, с начосами, с разными. Капуста. Для макаронов этих странных польских. Но я хочу сделать еще салат. Или же протушить. Как-то мне хочется чего-то такого тушеного. Прям помидоры черри. И в ланчбоксы и так дети едят. И быстро нарезать в салат. Брокколи. Думаю, или сделаю крем-суп. Но здесь немного. Или Игнат может даже одну вот такую маленькую съесть. В один присест. Огурцы у меня есть. Это так взяла. Бутербродом. Чеснок закончился дома. Голубика. Голубика у нас круглый. Круглый. Круглый год продается вкусно. Поэтому мы берем большими упаковками. И я ем. И Тома в коктейли добавляет. Он пьет свои протеиновые коктейли. Это для рыбы по-гречески. И это то, что я вам говорила. Кто-то любит, а кто-то терпеть не переваривает. Это стеблевой сельдерей. И вот с хумусом. Девочки, это вынос мозга. Это даже круче, чем с сырой морковкой. Если вы такое же травоядное, то обратите внимание. Ну, то есть я люблю похрустеть. И вообще овощи и фрукты я люблю все. У меня нет нелюбимых. Всякое хлебобулочное. Вот такого хлеба. Но он не маленький. Нам хватает на достаточно долго. И как это? По-польски это байгель. Бейгли. Такие как бублики для бутербродов. Тоже взяла в маке. Детям нравится. И когда наступает кризис и дома нет свежего хлеба. Зато из сосиски я могу в школу сделать тоже хот-дог. Что-то на скорую руку. Или когда утром тороплюсь на тренировку и нет времени выготавливать. Такая крупная соломка с солью. Тоже в ландибоксы. Крекеры тоже гуакамоле. Или просто так. И сладкое печенье, но без сахара. И оно из пшенной каши. С льняными вот этими семечками. С сезамом. Они вкусные. Они есть разные. Морковные там. И я сама иногда люблю кофе. В этой же цене большая упаковка туалетки и маленькое вино. Я взяла. Оно там стоит вообще меньше двух долларов. Чисто для рыбы по-гречески. Сколько у вас стоило бы такое? Как у вас там с ценами? Потому что у нас капец. С месяца на месяц. Очень сильно все дорожает. В прошлом влоге я затронула достаточно острую тему детской психологии и воспитания детей. Я точно не идеальная мама. И мне самой есть чему поучиться. Поэтому я не собираюсь учить вас кого-то переубеждать. Что-то доказывать. Если вы считаете, что нужно по-другому. Это ваша жизнь. Ваши дети. Вы знаете как лучше. Пожалуйста. Если вы точно верите в психологию. Для меня окей. Вообще без проблем. Но многим моим зрителям было интересно. Я немножечко расскажу. Не вдаваясь в подробности. Почему же именно мы пошли к психологу. Почему я решила пойти в психотерапию. Хотя на самом деле к психологу и к детскому психологу мы обращались еще года 4 тому назад. Не потому что дети неуправляемые. Неконтролируемые. Что они не слушаются. Что они как-то там обзывают меня или мужа. Или позволяют себе грубости. Нет. Это не значит. Вот если я говорю, что ребенок бунтует. Это не значит, что он себя ведет как-то плохо по отношению ко мне. Я не хочу в принципе очень подробно рассказывать о ком-то из своих детей. Я могу с вами поделиться своим опытом с точки зрения мамы. Мало того, я буду приводить какие-то можно даже сказать абстрактные примеры из бытовой жизни или из семейной. Но это не значит, что это калька из моей жизни. И это не значит тоже то, что вот было так по-плохому, что я взорвалась, орала на детей и там не знаю, тормошила их. Это для меня исключено. И сейчас то, что имею, просто это такой подход, который я применяю уже на протяжении длительного времени. И сейчас, когда подросток созревает или начинает скорее свое созревание, я вижу, что это работает, но нужно очень много терпения. И если ты хочешь воспитать ребенка, сначала воспитай себя. И я тоже не всегда уверена, как правильно и что сказать, как себя повести. И вот я хожу к психотерапевту, который тоже работает с молодежью. И опять-таки есть просто универсальные методики, которые можно попробовать применить, но все дети очень разные. И я считаю, что плохих детей не бывает. И мы, как родители, являемся для них тоже главным примером того, как вести себя с другим человеком по отношению к ним, в отношениях мама-папа и в принципе в социуме. Поэтому прежде чем как-то там взаимодействовать с своим ребенком, нужно разобраться с собой. Меня тоже как бы воспитывали совершенно по-другому, по старинке, скажем так. Я не считаю, что это было плохо, но опять же наше окружение нас формирует. И изначально все мы разные люди и никогда не знаешь, как нужно на самом деле, но я пытаюсь просто сохранить наши нормальные доверительные отношения с детьми и тоже быть справедливой мамой. Потому что дети, у нас два мальчика, у них два года разницы, и конечно же они и соперничают между собой, и дерутся, и есть у них какие-то там споры. И когда они уже просят мама, там жалуются друг на друга, вот иногда это бывает сто раз в день. Поэтому собладать с собой, со своими эмоциями, это тоже непростое задание для тебя, как для мамы. Мало того, когда у ребенка появляется бунт, очень часто он не берется из ниоткуда. И вот говорят, что если бы ты воспитала с самого там детства ответственного ребенка, чтобы он там убирался в своей комнате, или в принципе дома, или он вообще бы ничего не вякал в твою сторону, не высказывал свое мнение скорее, да, то сейчас не было бы какого-то бунта. Бунт не во всем, но иногда это случается, и когда начинается подростковый возраст, порой прежние правила и стандарты поведения просто отменяются. Вот я, например, я же тоже была подростком, я себя прекрасно помню, до девятого класса я была отличницей, я беспрекословно слушалась, идеальная послушная девочка, а потом мне надо было гулять, дискотеки, друзья, вечеринки, ну то есть это были безобидные какие-то дискотеки по пятницам и по субботам, возможно, тоже. И мне хотелось висеть на телефоне с подружками, не общаться с мамой, и мне не хотелось уже делать уроки, и я так и не закончила школу с золотой медалью, хотя от меня прям требовали, чтобы я училась хорошо. И поэтому я помню, как оно было у меня, я понимаю у своего ребенка, что у нас начинается, и как оно может быть, и в итоге я закрывалась тоже от родителей, я много о чем не рассказывала маме, папе, и сейчас спустя очень-очень много лет я могу сказать, мам, ты знаешь, что такое вот было там, и курила я тоже, и ругали вы меня, наказывали, и как бы все равно это не помогло. И второе мое такое правило, это все решать через диалог и не портить наши отношения ради каких-то там требований. Требования могут быть начиная с того, что там ты должен чистить зубы по утрам, ты должен постелить свою постель, ты должен хорошо учиться, ты должен там теперь пылесосить, потому что ты вырос, и все можно сделать, используя, скажем так, позитивную дисциплину. Есть такая терминология, кстати, если у вас есть дети или вы планируете детей, я прям настоятельно рекомендую вам почитать книгу «Позитивная дисциплина». Она, конечно, немножечко затянута и достаточно много повторений, но ее стоит прочитать, и также техники из этой книги и какие-то методы используются и в нашей школе. И это помогает воспитать такого самодостаточного, ответственного ребенка с адекватной самооценкой. Насколько это получится, мы, конечно же, это проверим, но пару лет тому назад я поняла, что мне самой не нравится моя реакция, что я просто настолько киплю внутри, ну там было какое-то непослушание, не потому что что-то там ребенок не сделал или я что-то от него ожидала, я просто устала уже дискутировать и сказала «Так, все, хватит там что-то выяснять, ты должен сделать так, как я сказала». Я могу сейчас как-то эмоционировать, это не значит, что я прям с таким выражением лица, таким тоном использую какие-то там конкретные слова. И я обиделась, и он обиделся, и мы там где-то повысили голос друг на друга, и я плакала. Мне было обидно, и не то чтобы обидно, мне было стыдно где-то перед самой собой, что я не смогла, я не смогла договориться, и можно все донести до ребенка совершенно по-другому. Например, что касается бытовых каких-то обязанностей, дети подрастают, и неплохо было бы, чтобы они тоже что-то там делали по дому, в жизни им это пригодится, никто не будет их обслуживать, помимо них самих. И вот ребенок подрос, вместо того, чтобы сказать, слушай, теперь ты будешь пылесосить, я задолбалась вас всех тут обслуживать, убираться за вами, давай, вперед, взял пылесос, ты достаточно сильный. То же самое можно, грубо говоря, заставить ребенка делать, но введя с ним диалог. Мне было бы приятно, если бы ты мне помог. Ты у меня такой сильный, я очень нуждаюсь в твоей помощи, я много чего делаю ради нас, и ты знаешь, у меня целый день занимает вот эта уборка. А если ты мне поможешь, мне будет так вообще классно, я с тобой потом смогу провести время, оно у меня освободится от вот этих бытовых обязанностей. И когда ребенок возьмет пылесос и уберет, очень важно его похвалить. Вот прям, как бы он это ни сделал, не критиковать, не придираться, главное, чтобы он начал. Конечно, когда ты ему первый раз это говоришь, он такой, чего, я буду там что-то еще делать? Она меня и так заставляет, ты хорошо учиться, зубы чистить, и там это пятое-десятое, и на какую-то секцию там ходить. Еще и я должен что-то делать. Вот вы, как взрослый человек, подумайте, когда у вас есть что-то, ну вот просто вам лень, и это нужно делать, чтобы ну вот просто как-то не помереть в этом беспорядке. Вам же тоже не хочется, ты себя часто заставляешь там что-то. Я не говорю только о уборке, это можно применить к разной бытовой ситуации, какой-то дополнительной ответственности. И очень часто ты делаешь это через силу. И с ребенком договориться, да, это наш общий дом, и давай вместе попробуем. И я помню, я складывала все в детский шкаф после стирки, вот прям так выкладывала, чтобы им было удобно. И ребенок так доставал из шкафа все и выворачивал при этом все остальное. Я захожу, шкаф уже тупо не закрывается. Я говорю, поскладывай, пожалуйста. Нет, что это я буду складывать? Нет, я вообще его там не брала, это не я. Говорю, так, подожди, я поскладывала вот это вот все, тебе же удобно было доставать? Да, то есть объяснять, зачем ребенку это нужно сделать. Он начинает это запихивать. Я стою, смотрю, она не помещается, кричит. Говорю, окей. То есть я стараюсь его поддержать, помочь ему. Говорю, давай я тебе покажу, как это сделать. Вот смотри, это быстро, так, 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 в кубик сложил, или как он там, в квадратик прям, ну не важно, в общем, сложила в полку, вот так. И не бросать ребенка, не сказать, что вот ты такой-сякой, ты вообще развалил то, что я поскладывала в шкаф, теперь складывай сам, я тебе сказала, а ты при этом заткнись, что ты не вякай. И, конечно, он просто пенился, что ему нужно это делать. Я говорю, давай первый раз я с тобой это сделаю. Смотри, я тебя не заставляю, я тебе предлагаю. Вот ты научишься и посмотришь, у тебя будет порядок. И мы вместе сидели, и эмоции утихли. И он тихонько, спокойно сидел, складывал эти футболки. Мы еще и перебрали, мы что-то обсудили. И я тоже объясняю ребенку, проговариваю с ними очень многие эмоции. Я понимаю, что ты злишься, что я тебя попросила это сделать. Это нормально. Я тоже злюсь. И я тоже сейчас злюсь, что ты вывернул этот шкаф. Но я выбираю тебя научить, тебе помочь. Я опять же показываю ему пример поведения своего. Как я реагирую на то, что, конечно, меня выбесило, что он просто весь шкаф перевернул. Я старалась, я потратила время. И он просто должен и научиться это делать, это ему пригодится. И для того, чтобы сформировалась такая привычка и ответственность, это занимает очень много времени. И в следующий раз, когда он вывернет шкаф, может повториться то же самое. Точно так же 10 вдохов мамочки успокоились и спокойно донося информацию до ребенка, беседуя с ним, не так заткнись, делая это, хлопнула дверью, чтобы через 10 минут все было сложно. И когда ты повторишь, иногда даже 100 раз, и посидишь с ним, поскладываешь или просто его поддержишь, не будешь критиковать, придираться, что он там не ровно складывает, что не по порядку, что что-то там не так, как ты хочешь, идеально или еще что-то. На 101 раз ты скажешь, слушай, пожалуйста, наведи порядок в шкафу, он это сделает. Но это нужно повторять из раза в раз и стараясь сохранить спокойствие и свою реакцию. Это очень непросто, я вас понимаю, но вот какие-то два примера такие с этим пылесосом и с этим шкафом это вот сработало. И сейчас, когда, например, папа их просит, как здесь грязно, там еще что-то, там быстро возьми пылесос, пропылесось, не работает. Но когда я попрошу спокойно, он это сделает. Что касается порядка в комнате, опять же, ребенка нужно приучать, чем раньше, тем лучше на самом деле, именно к тому, чтобы все было на своих местах, ну хотя бы в каких-то рамках, как я говорила в прошлом влоге. Но когда случается бунт, вот все, я не хочу, мне оно не надо. Что я делаю в таком случае? Я не критикую, опять же, не говорю, как можно было услышать в детстве о моем поколении, да ты сгниешь тут в этом бардаке, да как может что-то тут валяться, фу, какой кошмар, ты там такой неряха. Нет, я захожу и говорю, слушай, тебе нормально? Да, нормально. Ну окей, только ты знаешь, я поставила стирку, вот то, что там валяется, да. Ты же понимаешь, ты захочешь завтра это надеть, оно так и будет валяться. Ну тебя же нормально, в принципе, можешь так и оставить. Или, говорю, завтра к тебе приезжает друг, ну если тебе норм, как бы, да. Ты же понимаешь, вам скоро негде будет тут играть. И вообще, ты сам уже тут не найдешь того, что тебе нужно будет в таком хаосе. Сначала это, конечно же, не вызывало никакого позитива. Ну, со временем, слушай, ты права, окей, я поскладываю. Или там намекнула раз, намекнула два по барабану. При том, что раньше это работало, потом, значит, что-то ищет. Я говорю, я же тебе говорила, как бы, есть еще другой вариант. Можно поддерживать более-менее нормальный порядок, но поэтому можешь обижаться на себя. Ты же сказал, что ты тебе так нормально, еще злишься теперь. Вот приблизительно так, то есть не через силу, не заставляю что-то делать. Меня, например, в детстве очень сильно заставляли все складывать в шкафу. Это прям до истерики до какой-то доходило. Причем я сама там в своем хаосе как-то обитала и что-то могла найти. Иногда я просто могла выкинуть все из шкафа, найти то, что мне надо, остальное запихнуть. Боже, как злилась мама, вы себе не представляете. Ну, то есть она молчала-молчала, а потом бабак. Все, Оля обиделась, что до тебя накричали, поскладывала. И при том, что меня прям с раннего детства приучали к порядку и к идеальной дисциплине, у меня папа любил такую чистоту, что моему Тому куда же не снилось. У меня папа просто педантично к этому подходил. И вот пока меня торбили дома, я ненавидела это дело. Сейчас я живу сама и у меня в шкафу самый идеальный порядок среди всех членов нашего дома. Даже по сравнению с педантичным домиком у меня просто открываешь. Я вот надела что-то, часть в стирку, часть не запихнула в шкаф или не бросила, куда-то сложила в шкаф. Иногда, конечно, мне не хватает времени, оно где-то там уж лежать на кресле, лежать, лежать, лежать несколько дней, а потом меня раздражает просто, что оно лежит. Мне гораздо приятнее находиться в каком-то организованном пространстве, поэтому я сложила. Иногда, правда, торопишься, где-то что-то кинул, но со временем я все-таки поскладываю, когда оно уже начинает мне мешать, или я не могу что-то найти. Или ты ложишься спать, и перед тобой эта куча, мне это не нравится. Но в шкафу у меня, правда, порядок, и я просто его поддерживаю. Периодически могу что-то там перебрать, или раз в сезон как-то освободить место, но без фанатизма. И никто меня не заставляет этого делать. Это вообще мой шкаф, и там, может быть, что угодно, туда никто не заглядывает. Я сейчас это делаю для себя. А вот в период подросткового вот этого штурма, господи, моя мама очень сильно злилась. Да, и когда была совсем маленькая, я каждый день вытирала пыль, и было окей. А потом, как переклинило, я что сказала, повытирай пыль, ты знаешь, что это твоя обязанность. И через такой, знаете, домашний террор просто, когда уже мама не выдержала, накричала. Папа просто постоянно был на работе, и мама командовала мной. Но у нас, опять же, сейчас и с ней теплые отношения, и все нормально. И, кстати, дома я пыль каждый день не вытираю. Когда вижу, что надо, тогда и протрут, но не по графику. Просто, наверное, в каждом доме свои правила. И мне всегда говорили, что я такая хаотичная, недисциплинированная. И папа тоже твердил, что из тебя вырастет. Да как ты так и готовить ты не умеешь? Я правда не умела готовить. У меня мама фантастически готовит. А меня к этому как-то привлекали, но не особо настойчиво. Я правда переехала, я не особо умела что-то готовить. Но научилась, и как-то не помираю. Но все-таки, к сожалению, я не знаю, как называется эта техника на русском, но по-польски это техника с дарта и пыта. То есть ты повторяешь все, пока не доводишь что-то до такой привычки и до какой-то схемы поведения. То же самое, например, дети дерутся. Вместо того, чтобы прибежать, наорать на них, да сколько можно драться, перестаньте орать, зачем ты его побил, зачем ты ему разбил нос, а он упал, ударился, спокойно сесть. Так, ну конечно, это строгим тоном может происходить. Это не значит, что я вообще тут железная леди, без эмоций, или наоборот там в попу им дую, и все тихо, спокойно происходит. Но иногда внутри меня все, правда, девочки, бурлит вдвоем. Так, что произошло? И оказывается, что тот, который нажаловался, первый как бы цеплял одного из них, да? И объясняю. Вот смотри, там, ты его цеплял, он тебя ударил. Ты, конечно, сделал неправильно, что ты ударил, но ты первый тоже не должен там его постоянно ковырять или как-то ему мешать, или наоборот специально его раздражать, манипулировать им. Что из этого всего произошло? Ты ударил. Вот если ты кого-то толкнешь, там, еще что-то, это и обидно, унизительно, это может привести к плохим последствиям. Можно толкнуть так, что ударишься головой, и потом вот попасть в больницу, или того хуже, и постоянно толдычить одно и то же. И вот я прихожу к психотерапевту, и говорю, например, опять же, только пример, да, что постоянно одно и то же. Вот они там друг друга толкут просто бесконечно. И говорю, почему это не работает? Я вам уже миллион раз одно и то же объяснила. Процессы воспитания, продолжайте. Но дерутся меньше, говорю, меньше, но это не значит, что это совсем исчезло. То есть что-то совсем исключить, какие-то ссоры там или борьбу за пульт, например, да, там что-то кто-то кому-то не дал, не поделили, луп получил. И опять, почему биться плохо, почему это недопустимо. Вот тоже подаю свой пример. Говорю, что ты представляешь, как я могла разозлиться, когда ты сделал это и это. Я тоже сильная. Я тоже могу ударить теоретически, да, или что-то там как-то обозвать или обидеть. Но я выбираю этого не делать, потому что я знаю, какие последствия. Я тебя очень люблю. Я не хочу тебя обидеть. Это тоже проявление уважения к чувствам ребёнка. Я говорю, что я понимаю, что ты очень хотела забрать этот пульт. Я понимаю, что ты разозлился. Вот они иногда могут так подраться, например, что появляются слова там «Я тебя ненавижу!» кричит один из них. И я начинаю с ними проговаривать все эмоции и объяснять, что ненависть и вообще само по себе слово «ненавижу» очень-очень сильная. Ты действительно имел это в виду? И вот когда ты начинаешь объяснять, говорить «Ну нет, я просто очень сильно разозлился». Да, ты разозлился, потому что произошло это и это. То есть происходит как бы анализ ситуации. Это всё занимает просто колоссальное количество энергии, времени и терпения. И ты объясняешь, ну это работает. И потом эмоции улегают. И «Ну нет, ну ненавижу, да, действительно, я переборщил». И когда ты за каждым разом это объясняешь, ребёнок идёт и извиняется. Я не хотела это сказать, но я правда очень сильно разозлился, что ты там не хотел мне что-то отдать. И это можно применять с самого раннего возраста, да, когда там не поделили какую-то лопатку, и ребёнок луп лопаткой. И ты ему объясняешь, да, что я понимаю, что ты очень хотел там забрать свою игрушку, и у тебя вот были такие эмоции. Но вот можно так, а можно по-другому, в позитивном ключе. Если уж совсем до какого-то жёсткого конфликта между ними доходят, я стараюсь не вмешиваться. Но иногда они, «Мама, пожалуйста, там, помоги нам как-то, рассуди нас», да, вот когда они дерутся за время возле приставки. И я могу прийти и сказать, «Так, вот часы, вот записывайте». У каждого по полчаса всё. Конфликт исчерпан. Иногда они об этом забывают, напоминаю, «Чё дерётесь? Вы знаете, что делать?» Только это занимает действительно очень много времени. Ребёнок не хочет и, в принципе, не обязан выполнять какие-то требования и делать так, как вы считаете правильным. Его нужно этому научить. Также я не запрещаю чего-то детям, ну, то есть, не наказываю их, если они повели себя плохо. Потому что всё равно у них не возникает вот эта причинно-следственная связь. Я хочу, чтобы у них была ответственность за их выбор. То есть, веду себя так или так. Если хорошо, веду себя, ну, в каком-то таком нормальном, да, понимании хорошо. Я получаю вот эти привилегии от жизни. Если я веду себя плохо, ну, то как бы извините. Раньше я могла там забрать приставку или сказать, «Всё, не смотрим телевизор». И это как-то лучше работает. Вот, например, тоже приходит семестральный отчёт со школы. Я знаю, что сейчас по поведению будут замечания, потому что болтают, потому что умничают, потому что могут что-то там не слушаться. Ну, и вместо того, чтобы сразу отчитать ребёнка за то, что он вёл себя плохо, и потом сказать, ну, по успеваемости хорошо, типа, молодец, я начинаю с хорошего. Сначала похвалить, вот ты такой умный, вот так-так-так, и потом уже расхвалить всё, проанализировать там хорошую сторону, а потом сказать, ну, ты знаешь, мы же с тобой много раз объясняли, конечно, это меня расстраивает. Ты понимаешь, что если ты будешь плохо себя вести, ты потом не будешь успевать со школьной программой, ты будешь отвлекаться на эти разговоры с друзьями или на какую-то ерунду, ты пропустишь, у тебя будут страдать оценки. Хочешь? Пожалуйста. Говорю, конечно, я знаю, что ты очень умный, ты понимаешь, что я говорю. Выбирай. Да, я расстроена, что меня вызывают теперь в школу, но я верю в то, что ты вот такой у меня умничка, ты такой там смышленый, и я очень хотела бы, чтобы ты прислушался к вот этим вот замечаниям, исправил своё поведение, потому что если будешь продолжать в том же духе, у тебя будут плохие оценки, и потом меня уже будет вызывать не только учитель, но и директор, например. Тебе же нравится школа? Ты хочешь продолжать сюда ходить? Веди себя нормально, потому что нас выгонят, в эту школу стоит очередь. Выбирай. Вот. И раньше я могла, конечно же, разозлиться там, да, но опять меня вызывают в школу, ну что там опять произошло? Доходят до, знаете, таких шалостей каких-то, никто там ничего, никого не поджигает, не материт, ничего такого, но просто то какую-то шпильку куда-то учителю в кресло, то опять же эти разговоры, ну то есть ничего прям, знаете, такого криминального, наверное, приятного тоже мало. И бесконечная вот эта беседа. Я себе немножечко записала. Так. И, например, ситуация не хочет идти на футбол. Вот есть дни, когда я знаю, что они очень сильно загружены в школе. И бывает, что я вижу по ребятам, что они очень сильно устали, и физически у них тупо нет сил идти на секцию, которую они очень любят, и всегда с удовольствием бегают. Конечно, я не буду заставлять ребенка, если он заболевший там, или только после болезни, я ни в коем случае не заставляю. Но когда я уже вижу, что он намылился рубиться на приставке, пока я одного из них тоже отвезу на секцию, он будет тут тихонечко себе шпилить. Я же тоже была подростком, я это все прекрасно понимаю. И вижу, что юлит, уже юлит. Вместо того, чтобы сказать, слушай, что думаешь, что я дура, там я не понимаю, что происходит, ты сейчас будешь рубиться на приставке, ты будешь меня обманывать. И я начинаю с другой стороны. Говорю, ты знаешь, я вижу, тебе так не хочется сегодня идти. Ну, в принципе, можешь не идти, хотя это же твоя любимая секция. У тебя сегодня нет уважительной причины не идти. Ну, ты же знаешь, что если ты пропускаешь тренировку, тебя потом не позовут на матч. Если ты болеешь, то да, то я всегда, как мама, могу подтвердить, что вот тебя не было по этой причине уважительно. Или ты просто очень сильно устал в школе, и ты хочешь отдохнуть. А тут, ну, если ты выбираешь приставку, потом, пожалуйста, не обижайся, что тебя не приглашают на субботний матч, потому что ты просто от балды пропускаешь тренировку. Не заставляю, но выбирай. Пять минут. Выключенное вообще все. Собранный. Ты знаешь, мам, я все-таки поеду. Поэтому вместо того, чтобы добиться какого-то результата и какой-то дисциплины, все можно донести до ребенка по-разному. И еще приведу вам один такой бытовой пример. Когда ты хочешь ввести какую-то новую ответственность ребенка, ты, опять же, объясняешь, почему так, что нам вместе нужно этим заниматься. Мне было бы очень приятно. ты просто мой помощник там. И вот стараться как-то через хорошее зайти. И ты знаешь, например, что ему не понравится вообще эта бытовая обязанность. И ты даешь ему выбор. Но этот выбор настолько ограничен, что вторая обязанность будет еще хуже, например, я говорю, согласился уже, что я буду еще что-то там делать. Окей, мама, я тебе с удовольствием помогу. Я говорю так, это будет, например, пылесос там и вешать стирку, где куча носков, и развешивать это гораздо дольше. И он понимает, что ни то, ни другое ему не нравится, и новая обязанность ему тоже не нравится. Но стараясь договориться со мной, он выбирает меньшее слово. То есть вот этот пылесос, например. Или пусть берет то, что он хотел бы попробовать. Кажется такое простое и что-то незамысловатое, примитивное в каком-то плане. Но поверьте мне, что со временем это работает. И нужно пробовать, нужно искать какой-то подход к ребенку, потому что, конечно же, ему поприкольнее будет закрыться в своей комнате и щелкать на компьютере или в телефоне. Еще, я думаю, мамочки многие сталкивались с тем, что наступает такой бунт в одежде. Я это не надену. Что касается школьной формы, то вообще никакой дискуссии нет. Они знают, что ходят все так, одинаково. У нас такие вопросы не возникают. И я не ожидаю, что ребенок будет носить то, что мне нравится. Они готовы жить в спортивных костюмах. Игнат иногда там по настроению может нарядиться в пиджак, в белую рубашку. Вот вообще просит меня, чтобы я ему иногда покупала что-то элегантное. Но, опять же, он надевает это по настроению. Но бывают ситуации, когда там идешь на какие-то крестины, например, да, ну, оверсайз, спортивный костюм. Если бы это доходило до какого-то критичного недопонимания, шли бы в спортивных костюмах, но я попробовала еще по-другому. Раньше, например, старший ходил в джинсах, в обычных джинсах, и не было проблем. А теперь нет, не надену. Ну, не надевай, как хочешь. И тут, значит, я решила, а я куплю такие джинсы, которые как спортивки, они свободные, из мягкого джинса. Я, значит, захожу, говорю, Захар, только давай вот мы едем на день рождения, и хотелось бы, чтобы ты надел джинсы. Вот тут фырканье, страшное эмоции, целый фонтан. Ну, сколько раз я тебе говорила, я не буду надевать эти долбаные джинсы. Я говорю, подожди, слушай, вот я купила такие, глянь, может тебе подойдут они? Я вот постаралась, может как-то получится, ну, можно было бы как-то одеться. А, прикол в том, что они оба не хотят ходить на шопинг, принципиально. Вот, то есть я должна купить так, чтобы их устроило. Я думаю, что мы найдем какой-то общий знаменатель, но пока что так, только назрел вопрос вот этого, это не надену. Я говорю, подожди, не кричи, ты можешь не нервничать, глянь на эти джинсы, девочки. Говорит, не, ну, такие джинсы с накладными карманами, там, я буду надевать. Нравится тебе такое, там, я периодически еще ему подсовываю, говорю, вот это нравится, вот это, вот это, и стараюсь понять. И я думаю, может быть, он немножко повозрослеет, и один и второй мы вместе будем ходить на шопинг. И мне тоже удобнее все-таки заказать онлайн. И он говорит, не, ну, такие джинсы нормально надел. И стараться понять вашего ребенка, даже в каких-то там предпочтениях в одежде, я попрошу маму, чтобы она отправила мне фотографии, в каких я ходила, как они назывались, не бриджи или бриджи, с заниженной талией, с вот этой резинкой, типа от трусов, кроссовки на платформе Панама, какая-то там топик, или какая-то кофточка, не помню, это было ужасно. Я не знаю, как мои родители это вынесли. Но суть в том, что хочет ребенок так одеваться, пожалуйста, если бы он ни в какую эти джинсы, то пошел бы в спортивном костюме, поверьте мне, лучше просто лишний раз не ругаться. И я нашла джинсы, которые ему подходят, на мой день рождения, говорю, Захар, переоденься с этой школьной формы, пошел, выходит в джинсах, значит, в рубашке там, не в рубашке, или в толстовке, ну, короче, в джинсах. И я такая, опа. Главное просто услышать, что ему те джинсы не подходят, что он хочет что-то другое, чтобы ему было более комфортно. Ну, такие, знаете, моменты интересные очень. Гаджеты, экранное время, это, конечно, самое сложное. Сейчас дети интернета, и всего вот этого вот. И совсем убрать это не получается. Но как-то со временем нам удалось донести, что телефон, например, и всякие там игры, это выходные дни, или когда мы, например, отправляемся в какую-то длительную поездку, чтобы они просто не сходили с ума в машине. И в течение дня они достаточно сильно загружены, и ты говоришь, окей, я понимаю, ты устал, ты хочешь отдохнуть, если ты хочешь посидеть там на телевизоре, у тебя есть определенное время, вот оно закончилось, все. Иногда, конечно же, эти рамки сдвигаются, где-то я занята, не проследила, они не сидят там, знаете, с таймером, типа, вот у меня пошло 30 минут, конечно, они будут с удовольствием втыкать дольше. и потом ты говоришь, что сейчас пришло время спать. Хочешь сидеть дольше? Пожалуйста, завтра утром не встанешь в школу, там, или куда-то мы собираемся ехать, или у них в школе какие-то мероприятия, или экскурсия. Ты завтра утром проспишь. Хочешь? Опять же, твой выбор. Или, например, у Захара сейчас достаточно большой список литературы, который он должен прочитать. Хочешь сидеть на телевизоре? Окей. Не прочитаешь. Но это... Ребенок может в определенный момент сказать, что нафиг мне нужны твои книжки. Но пока что у Захара, например, чтение – это его любимое, и у нас получается от обратного, да, что хочешь сидеть на телевизоре? Окей. Но не прочитаешь любимые книги, ищу и те, которые ты должен в школе. Что касается Игната, то он, конечно, читает, потому что в школе так как-то приучили, что каждый день обязательно перед сном нужно читать. Или, например, долго тут что-то они игрались, опять же, это телевизор, и потом ложимся спать. Мама, мне надо прочитать. Говорю, нет, уже всё, пора ложиться спать, читать сегодня не будешь. Как так? Как я так не прочитаю? Завтра не встанешь в школу. Ну и потом, получается, сидит допоздна, читает, с трудом встает в школу, но без каприз. Говорю, я тебя вчера предупреждала. Пожалуйста, не жалуйся, я тебя божу пораньше, потому что нам нужно сколько-то времени, чтобы собраться. Я надеюсь, вам было интересно послушать такие реалистичные какие-то примеры из жизни, как я это применяю, а не просто чисто теория. Теорию, пожалуйста, прочитайте в книжках, их достаточно много, и много разных там методик. Главное найти подход к своему ребёнку, и для меня самое важное – это спокойствие. Правда, в любом проявлении. Хочу, чтобы меня слышали, и хочу быть услышанной, и хочу, чтобы это было в уважении. И это, пожалуй, для меня сейчас приоритет вообще в любых отношениях. Иногда, конечно же, возникают какие-то споры, ты пытаешься донести что-то другому человеку. А ребёнок – это такой же человек со своим мнением, со своим характером. И тоже нужно ему объяснять, что есть определённые границы, которые нельзя пересекать. И вот если где-то мы даже повысили голос друг на друга, я понимаю, что сейчас я с ним не договорюсь. И я ему прям проговариваю. Слушай, я вижу, что ты сейчас очень злишься. Я вижу, что тебе очень сильно это не нравится. Я тебе даю время, и себе тоже. Я понимаю, что я киплю внутри. Это нормально. Ты имеешь право на эти эмоции. Давай вот сейчас разойдёмся, успокоимся. Ты проанализируешь, вот чего я от тебя требую. Я тоже постараюсь понять тебя и понять твои потребности какие-то. Давай вот сейчас пару минут, успокоимся, и никогда не откладывать вот этот разговор. Потому что молчанка, она наоборот вызывает, вот знаете, такое чувство непонятности того, а что может быть, неуверенности, обиды какие-то накапливаются. И раньше там, знаете, проходило минут 10, я сама заходила. Ну что, ты можешь сейчас со мной говорить? Можем, пожалуйста, обсудить это? А сейчас это время настолько уже сократилось, что ребёнок сам ко мне приходит и говорит, я успокоился, давай обсудим. И часто, допустим, если я где-то даже повысила голос, я говорю, что извини меня, пожалуйста, я тебя очень сильно люблю. Я там ругаюсь или повысила голос не потому, что ты плохой. Я просто не могла к тебе достучаться. Это не значит, что мама стала любить тебя меньше. Но я тоже человек, я тоже имею право разозлиться. И у меня тоже иногда вот бывает такая реакция, я тоже киплю. И я очень хотела бы, чтобы у нас с тобой не было таких ситуаций, когда мы уже не слышим друг друга, а просто эмоции берут вверх над всем. И я вижу, что в самом начале сложно было ещё и понять, что не так. Извиниться передо мной, если где-то там прикрикнул или хлопнул дверью. Иногда происходило так, что ну ладно, извини, но всё окей. Я спрашиваю, а ты понял, за что ты извинился? И тут или молчок, или ещё раз повторяешь, что не так. Понятно? Понятно. И теперь, когда приходит, я вижу уже такое искреннее вот это извинение, что он понял, почему мы где-то перешли границы, и мы поругались. И даже если ссоры возникают, очень важно их не закапывать, не заметать куда-то там, знаете, под диван, а проговаривать на берегу, без эмоций, не крича друг на друга, не разрушая отношения, а наоборот их скрепляя. И я знаю, что что бы ни произошло, даже самое такое, какой-то каверс, потому что суперплохого у нас не было, но какие-то моменты неудобные, где-то там кто-то из них перегнул палку, и я знаю, что они придут, мама, ты будешь очень злиться, ты не будешь довольна. Но рассказывают, что произошло, это про доверие. и потом я понял, что я сделал неправильно, и я уже там, если это касается школы, я уже там начал как-то решать это, я извинился, я там спросил, как я могу исправить свою ошибку, или, ну, может быть, по-разному. И тоже когда, ладно, это, наверное, другая история, девочки. Да, я как-то поделюсь, немножечко переварю, но поделюсь. Я надеюсь, что вам было интересно послушать меня очень долгий разговор, я не хотела снимать отдельное видео, потому что все-таки я не про это блогер, но мне очень приятно, что отчасти вы приходите не просто за какими-то советами, по быту, по косметике, а приходите именно ко мне как к человеку, как к маме, чтобы поболтать на разные темы, что-то обсудить, и напишите, пожалуйста, может быть, о каких-то книгах о детской психологии, подростковой, меня больше всего интересует сейчас, которые вам как-то помогли стать ближе со своим ребенком. И вот сейчас мы ходим к психологу, и я понимаю, что я как мама, наверное, сделала максимум, вот без преувеличения, совершая свои ошибки, не всегда себя контролируя, извиняясь, обсуждая. Но я очень надеюсь на то, что у меня хватит терпения и желания строить вот эти доверительные отношения дальше, и что мы все-таки сохраним то тепло, и то доверие, которое есть между нами, любовь, конечно же. Но бывает очень-очень непросто. Я еще раз повторюсь, не всегда все спокойно. Десять вдохов, и только потом что-то выдать, что ты хочешь донести. Не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. Пока-пока. У нас с вами впереди много разных тем для обсуждений, и да, пока.